Атака на Су-24. Турция уверяет, российский самолет не был сбит намеренно. В ответе за планету. Председатель КНР выступит на конференции ООН по климату в Париже. Реформа на улице Ябалу. В российском торговом районе Пекина закроют почти полторы тысячи магазинов. Форум Беларусь 2015. Дипломаты и политологи обсудили перспективы сотрудничества Минска и Пекина. Здравствуйте. Вы смотрите международный телеканал СССР в студии Руслана Гасанова. Турецкая атака на российский бомбардировщик Су-24 была спланирована. Об этом на пресс-конференции заявил главнокомандующий воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бундрев. По его словам, 24 ноября два российских самолета вылетели с сирийской авиабазы Хмеймин на боевое задание против исламского государства. Через 10 минут пара турецких F-16 проникла в воздушное пространство Сирии и находилась там 40 секунд до пуска ракет. По подсчетам российских ВКС, время подлета F-16 ближайшей турецкой авиабазы к месту пуска ракет составляет не менее 45 минут. О заблаговременной подготовке к атаке говорит и оперативное появление боевиков на месте поземления пилотов. Главком ВКС еще раз подчеркнул, что появившиеся в СМИ записи переговоров экипажей турецких F-16 со сбитым Су-24 фальшивка. На российские заявления Турция ответила. У нас не было информации, что самолет принадлежал российским ВКС. Самолет нарушил воздушное пространство Турции и не отвечал на предупреждения. Генштаб Турции распространил соответствующую аудиозапись. Мы хотели бы заявить, что самолет не был сбит намеренно или умышленно. Я хотел бы еще раз сказать, что мы расстроены произошедшим инцидентом и выразили эту мысль на самом высоком уровне. Но турецкое государство имеет средства и силы для защиты своих границ и суверенитета. Франция почтила память погибших в терактах 13 ноября. Нация памяти жертв нападений прошла накануне в Парижском доме инвалидов. Мероприятие возглавил президент Франсуа Уланд. Он пообещал, что французские власти сделают все, чтобы найти и наказать виновных в гибели людей. На трибуне для почетных гостей более двух тысяч человек, родные и друзья погибших, чиновники и религиозные лидеры. В первых рядах люди ранены и в терактах. Церемонию начали с минуты молчания в память о жертвах нападений. После слова взял французский лидер Франсуа Алланд. Он назвал 13 ноября днём, когда Франция получила удар в самое сердце, отметив готовность продолжить этот бой до конца и во что бы то ни стало победить. Мы не сдадимся ни страху, ни ненависти. И если гнев овладеет нами, мы поставим его на службу защиты свободы. На большой экран во дворе дома инвалидов выводят фотографии 130 погибших. Звучат их имена. Большинство – молодые люди до 35 лет. По словам президента, страна оплакивает каждую из прерванных жизней и сделает всё, чтобы виновные в гибели людей были наказаны. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы найти и наказать виновных в организации терактов и уничтожить армию фанатиков так называемого исламского государства, которое стоит за этими атаками. Жители Парижа, которые не смогли присутствовать на церемонии, в знак солидарности и скорби вывешивали французские флаги из своих окон. Горожане, а также гости города со всего мира, несли к месту нападений цветы и свечи. Я живу неподалёку и время от времени приезжаю сюда. Сегодня людей больше обычного, но каждый день есть кто-то, кто проводит здесь по несколько часов. Всё это очень печально. Серия терактов произошла в Париже 13 ноября. Ответственные за нападения взяли на себя боевики их исламского государства. Люси, Си-Си-Ти-Ви. С 29 ноября по 11 декабря в Париже пройдёт 21-я климатическая конференция ООН. Её цель – соглашение, которое заменит Хиотский протокол и рамочную конвенцию по климату. Развитые и развивающиеся страны по-прежнему спорят о распределении ответственности за эмиссию парниковых газов. Переговорщики рассчитывают на политическую волю глав государств и правительств. В рамках конференции запланировано выступление председателя КНР Си-Динпина. Китай ещё в июне обязался к 30-му году сократить углеродные выбросы на 60%. В рамках конференции пройдёт встреча лидеров, в которые примут участие более 130 глав государств и правительств. Это будет важный мобилизационный момент политической поддержки. Переговорщики получат чёткие политические указания от лидеров и будут работать круглые сутки, чтобы сблизить позиции и достичь соглашения по результатам парижской конференции. Китай стремится стать мировым лидером по развитию экологичной энергетики. Сейчас страна вторая после Германии по доле использования солнечной энергии. Зато немцы наверняка между рядами фотоэлементов не выращивают капусту и картошку. Совместить развитие альтернативной энергетики, животноводства и овощеводства решили в провинции Хэбэй. Об успехах эксперимента в следующем сюжете. Начало нынешней зимы в Китае – кошмар для животноводов. Уже в ноябре некоторые районы буквально завалило снегом, в том числе и провинцию Хэбэй. Но директора свиноводческого комплекса Чен Джин Тина холода не застали врасплох. Многочисленные корпуса фермы обогреваются с помощью солнечных электростанций. И обходится такая энергия почти даром. Проект называется «Золотое солнце». Он нацелен на решение проблем с электроснабжением жилых домов, крестьян и скотоводов. Мы присоединились к нему в 2009 году. Правительство выделяет средства для обустройства солнечных электростанций, а мы взамен продаем электричество по более низкой цене. Солнечные панели на крышах свинарников обеспечивают электричеством и ферму, и близлежащие деревни. Мощности солнечной электростанции, генерирующей электроэнергию, хватает на сотню домохозяйств. Оборудование занимает около 30 гектаров земли. Потерять такие угодья настоящие хозяйственники не смогли себе позволить. Вокруг панели начали выращивать овощи. Экспериментировали с разными культурами. Остановились на кукурузе, пекинской капусте, картофеле и лекарственных травах. У сельхозугодия мы задействуем примерно 70-80% всех земель. Чтобы сделать это максимально эффективно, мы тестируем различные виды культуры, а также меняем положение солнечных панелей. Благодаря новаторским идеям и экспериментам, которым подвергают батареи, регулируют их наклон, высоту, расстояние в зависимости от вида культуры, фермерам удается собирать не только солнечную энергию, но и неплохой урожай овощей. Татьяна Климова, CCTV Председатель КНР Си Динпин готовится к поездке в Африку. Его первая остановка станет Зимбабве. Двухдневный визит начнется во вторник, 1 декабря, и будет посвящен развитию экономических связей. Южноафриканская страна переживает острый финансовый кризис, поэтому ее власти надеются заполучить китайские кредиты и контракты. Мои коллеги с подробностями. Экономика Зимбабве не может найти точки роста. Главная надежда – Китай. В прошлом году президент Роберт Мугабве посетил Пекин и заключил ряд многомиллиардных сделок в сферах строительства инфраструктуры, финансов, энергетики и сельского хозяйства. Нынешний визит Си Динпина, как ожидается, позволит приступить к их реализации. Прежде всего, правительство и народ нашей страны рассчитывают на реализацию крупных сделок и контрактов, которые были заключены в прошлом году. Это двусторонние торговые соглашения и кредитные договоры, подписанные правительствами и корпорациями Зимбабве и КНР. Помимо решения финансовых вопросов, власти Зимбабве надеются увеличить товарооборот с Китаем, одним из важнейших торговых партнеров южноафриканской страны. Зимбабве планирует укрепить торговые отношения с КНР. Показатели двустороннего экспорта и импорта сейчас стабильно растут, но задача наших властей – убедиться, что эти связи выгодны нашей стране. Мы должны стать равными партнерами, стремящимися к взаимному развитию. В прошлом году объем товарооборота двух стран превысил 1,2 млрд долларов. В абсолютных цифрах результат скромный, но темпы роста стремительно увеличиваются. Еще пять лет назад показатель не превышал и 500 миллионов. Основные экспортные статьи Зимбабве – табак, хлопок и хром. Страна планирует снизить зависимость от сырья и сделать упор на производство добавленной стоимости. Для этого ей придется быстро модернизировать промышленную инфраструктуру и решить проблему с дефицитом банковского капитала. До сих пор это не удавалось делать из-за санкций и отсутствия доступа к международным финансовым рынкам. Визит Си Цзиньпина может исправить ситуацию. «Наше правительство намерено получить доступ к кредитному рынку Китая. Это особенно важно для банков Зимбабве. У них серьезные проблемы с заемными средствами». Администрация Мугабе разработала амбициозный план восстановления экономики, названный «Зимассет». Он предполагает создание по меньшей мере двух миллионов рабочих мест, обновление инфраструктуры и выход на минимум 5-процентный рост ВВП в течение пяти ближайших лет. Чтобы реализовать эту программу, стране потребуются миллиарды долларов. Не исключено, что заполучить эти средства Зимбабве сможет по результатам визита китайского лидера. Ван Ин, Си Ци Ти Ви. В Зимбабве появился первый шонокитайский словарь. Републикация стала возможной благодаря сотрудничеству университета Зимбабве и института Канфу Ци. Проект призван укрепить межкультурные связи между народами двух стран. Шона – язык группы Банту, распространенный в Южной Африке, главным образом в Зимбабве. Издание включает полторы тысячи зимбабвийских слов и более 1200 китайских хирургфов с транскрипцией произношения. Как признаются авторы проекта, появление словаря стало хорошей новостью для тех, кто интересуется Китаем. В последние годы все больше зимбабвийцев хотят изучать китайский язык. Для сравнения, если в 2007 году у института «Конфузия» было не больше сотни слушателей, то в 2012 уже 800. В этом году мы получили больше тысячи заявок на обучение в нашем заведении. Мы хотим укрепить культурные связи между Китаем и Зимбабве. Это очень актуально в условиях роста экономического влияния КНР во всем мире. Культурное взаимодействие невозможно без знания языка. Он является отражением жизни и традиций другого народа. Думаю, Шона – китайский словарь, опубликован своевременно и поможет нашим студентам приобрести нужные знания. «Конфузия» Окно в Центральную Азию. СССР продолжает серию сюжетов о реализации инициативы по возрождению шелкового пути. Одним из важных пунктов на нем стал Харгос – первый китайско-казахский центр пограничного сотрудничества. На него сейчас все больше обращают внимание крупные компании. Ежегодно там открываются новые торговые площадки и начинаются новые стройки. О потенциале пока еще небольшого приграничного городка в специальном репортаже. Большие сумки, перемотанные скотчем, толпы челноков, десятки торговых центров и бесконечное движение автобусов через границу. А еще более 23 миллионов тонн переправленных грузов на сумму в 14,5 миллиардов долларов за прошлый год. Все это современный Харгос – первый в мире международный центр пограничного сотрудничества. Он появился между границами Китая и Казахстана совсем недавно на месте одной из перевалочных баз старого шелкового пути. По дороге из Китая в Центральную Азию и Европу в этом районе останавливались караваны и образовывались рынки. Спустя тысячу лет здесь снова шумная торговля. Ежедневно сюда приезжают тысячи человек покупать, отдыхать и работать. На работу за рубеж Нурдалет и Саули ездят уже больше года. Сначала в торговый центр «Золотой порт» они попадали со стороны Казахстана, а совсем недавно перебрались в КНР. Так ближе к производителям товаров, которые на заказ шьют для их магазина сотни видов женской одежды. Молодые предприниматели признаются – первые месяцы бизнес шел плохо, не было рекламы. Зато теперь платье из шелка и шифона с узорами и без нарасхват. Открыть магазин именно в Харгосе мы решили из-за хороших условий для начинающих. Самое главное – это то, что нам не нужно платить за аренду первые три года. И это очень сильно помогает. Сейчас наш заработок около 10 тысяч юаней в месяц. Мы постепенно встаем на ноги. Я отвечаю за поставку товаров, а муж ищет оптовых покупателей в Казахстане. Большие возможности для бизнеса в межграничной зоне нашел и предприниматель из города ИУ Дзин Синьжун. Причем поверил в это место настолько, что совсем недавно серьезно вложился и построил новый торговый комплекс. До официального открытия еще несколько месяцев, но часть продавцов сюда уже начали заезжать. Первых оптовых клиентов директор встречает лично. Заграничным партнерам Дзин Синьжун рассказывает, что еще 4 года назад здесь был пустырь. Теперь же это торговая площадь в 5 этажей и 380 тысяч квадратных метров, где расположились 10 тысяч бутиков. На прилавках в основном товары из провинции Джейцзян, за которыми теперь не нужно далеко ехать. Все самое лучшее можно найти здесь. Начать бизнес здесь было очень сложно. Когда пару лет назад я искал инвесторов из других регионов, мне отказали почти все. Они говорили, что Харгос это слишком далекое и неудобное место для бизнеса. Но мне некуда было деваться, ведь строительство я уже начал. Я не спал несколько месяцев, ломал голову и решил пойти на небольшую хитрость. Я пригласил представителей более 100 крупных компаний на экскурсию в Синьцянуйгурский автономный район. В программе было посещение достопримечательностей, отдых в горах. Да, конечно же, я привез их сюда. Я постарался им объяснить, что экономика на юге Китая уже достаточно развита, и сейчас нужно делать упор на этот регион. Ведь здесь множество плюсов, среди которых беспошлиная торговля, безвизовая политика, льготные условия кредитования. А сейчас еще инициатива правительства «Один пояс, один путь». И знаете, я добился результата. Тогда идею Дзин Синьджуна поддержали всего 10 компаний. Сейчас в торговом центре свои магазины открыли 2000 фирм. И это, по словам бизнесмена, только начало. В планах привлечь в Харгос крупные компании, которые построят здесь заводы и создадут десятки тысяч рабочих мест. Городок на границе с Казахстаном через 5-8 лет может вырасти в большой промышленный центр. Все эти планы вполне могут воплотиться в жизнь, ведь Харгос сейчас развивается. В прошлом году он получил статус города, и теперь это самый молодой город вдоль экономического пояса шелкового пути. Здесь уже построен комплекс для импорта и экспорта автомобилей, логистический центр для переработки зерна и железнодорожные вокзалы. Сейчас общий доход от внешней торговли – это 50-60% дохода всего Синьцзяна. А реализация новой инициативы правительства дает нам еще большие шансы для развития. На инициативу китайского правительства с большой надеждой смотрит и Юй Чэньчжун. У его компании Цзиньи возле Харгоса десятки фруктовых садов. Здесь выращивают яблоки, виноград, персики и нектарин. Все исключительно для продажи за границу. На продажу у нас идут только лучшие фрукты, те, которые подходят под первую категорию. Вот этот первый категорий – красивый, ровный, размер соответствует. А вот этот уже второй. Ну а с этой ветки можно все брать. Урожай в садах общей площадью в 1300 гектаров увеличивается с каждым годом. Бизнес тоже процветает. Но предприниматель признается – собственной продукции для отправки всем заказчикам уже давно не хватает. Почти половину овощей и фруктов закупают в других регионах. Инициатива «Один пояс, один путь» – это масштабная стратегия государства. С ее реализацией произойдут очень большие изменения. И они, конечно же, затронут нас, компании, которые работают на экспорт. В первую очередь мы ждем еще больших льготных условий. Но, во-вторых, это даст нам возможность продвигать нашу пророк в Центральную Азию, но и в Европу. Общий объем ежегодных поставок за границу – больше 100 тысяч тонн. На этот раз в Казахстан отправится партия яблок. В России через несколько дней ждут персики. Погрузка занимает меньше часа. Таможенное оформление – и того меньше. Ведь сотрудники сами приезжают на склад. Осмотр, проверка документов и электронный замок на двери. В следующий раз его откроют уже в пункте назначения. Караваны из набитых под завязку грузовиков уходят с этих складов ежедневно. Дзиньи – лишь одна из сотен компаний, которые сейчас успешно работают в Каргосе. Еще десятки только начинают свой бизнес и вместе прорубают широкое окно в Европу и Центральную Азию на возрожденном шелковом пути. Андрей Федоров, Ся Цю, Ани Фэй, Иван Инджуй, CCTV. Известный торговый район Ябалу в центре Пекина ожидают реформы. Местные власти планируют закрыть почти полторы тысячи магазинов общей площадью с 44 тысячи квадратных метров. На их месте появятся торговые стенды ведущих китайских производителей. Как и прежние арендаторы, новые предприниматели будут специализироваться на оптовой торговле со странами СНГ. Наш корреспондент Ци Цзинь с подробностями. Рязанский предприниматель Ольга Подзорова в русском районе Пекина Ябалу завсегдатай. Местную торговую улицу посещает уже 25 лет. Дважды в год приезжает на закупку одежды. Ябалу – эпицентр оптовой торговли со странами СНГ. Правда, в этом году из-за девальвации рубля аппетит заезжих бизнесменов поубавился. И Ольга не исключение. Народ стал меньше тратить деньги на одежду. У нас тоже все подорожало. Так же, как и в Китае я слышала, курс юаня тут у них. Меньше народ стал тратить на одежду. Постоянным клиентам вроде Ольги местные торговцы идут навстречу. Чтобы преодолеть непростое время и поддержать спрос, представители китайских фабрик предлагают скидки и уверяют, снижение цены не в ущерб качеству. Мы продаем одежду как китайским, так и зарубежным клиентам. Но предпочтения у целевых групп принципиально разные. В России холоднее, чем в Китае. Люди покупают максимально тёплые и длинные пуховики. Смотрите, вот в этом, например, 90% утиного пуха. Для того, чтобы удержать клиентов, мы снизили цены, но не забыли про качество. Падение курса рубля стало для Ябалу судьбоносным. Местные власти приняли решение реконструировать бизнес-модель торгового района. Между магазинами будет жёсткий отбор. Тем, кто не выдержит конкуренции, придётся закрыться. Впрочем, они смогут продолжить свой бизнес, но уже в соседних городах, например, в Баудине или Тяньзине. Для реконструкции Ябалу у местных властей есть ряд причин. Розничная оптовая торговля увеличивает транспортную нагрузку в близлежащих районах, а аскетичные боксы в гигантских торговых помещениях – пережиток прошлого. Торговать на Ябалу начали в 80-х. Удачное месторасположение близ квартала иностранных посольств и сарафанное радио сделали своё дело. Через несколько лет район стал центром оптовой торговли со странами СНГ. Сегодня здесь можно найти буквально всё – от одежды и обуви до чая и бытовой техники. Но подделки европейских брендов вне конкуренции. 15 лет назад зарабатывать на подделках известных брендов на Ябалу было гораздо легче, чем создать новую китайскую марку. Но местные производители вызов приняли, наняли опытных дизайнеров и упор сделали на качество. Теперь продукцию «Дуншан» можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и даже Нью-Йорке. Один из секретов успеха – акцент на электронной торговле. Мы открыли магазин Алиэкспресс в прошлом году. Обычно посылка прибилась в главных городах – Москве или Санкт-Петербург. Дорога нужна 7 по 15 дней. А если в других городах почти нужен месяц, это уже очень быстрая доставка. В этом году местные власти планируют закрыть в торговом районе Ябалу 1400 магазинов общей площадью 44 тысячи квадратных метров. Но свято место пусто не бывает. Дружба Ябалу со странами СНГ продолжится в новом формате. Вскоре здесь появятся новые резиденты с общей миссией – продвижение товаров китайского производства на зарубежный рынок. Решать задачу планируют с помощью технологий рекламы, маркетинга, пиар и специалистов в китайской фэшн-индустрии. ЦИ ДИН, ЛЮ ДЮНЬЗЕ, СИСИ ТВ В столице Китая прошел форум «Беларусь-2015». Десятки ученых и дипломатов собрались во Втором Пекинском университете иностранных языков, чтобы обсудить ситуацию в белорусской экономике и политике. На мероприятие пригласили ректора университета отца Уэйдуна, посла Белоруссии в КНР Виктора Бурю, экс-главу китайской дипмиссии в Минске Лу Гуйчена, а также представителей МИД КНР. Выступающие отметили, что нынешний год открывает новую главу в истории отношений двух стран. В мае председатель Си Дин Пин посетил Беларусь государственным визитом, а в октябре первым поздравил Александра Лукашенко с победы на выборах. Кроме того, за процессом голосования впервые следила китайская миссия наблюдателей. Эксперты отмечают, что КНР и Беларусь непрерывно повышают уровень политического взаимодоверия и развивают контакты по широкому спектру направлений. Я с большим удовлетворением отмечаю, что наши двусторонние взаимоотношения активнейшим образом развиваются. Подтверждением тому визит, государственный визит, официальный визит председателя КНР в Беларусь, который состоялся в мае текущего года. Затем встречный визит нашего президента на праздничные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом, которые проходили в сентябре текущего года здесь, в Пекине. Ну а центр, который мы создали при Втором Пекинском педагогическом институте, он призван доносить до молодежи знания о нашей стране, поскольку молодежь является прологом к дальнейшему укреплению взаимоотношений и их динамичному развитию. Надеюсь, что так оно и будет. Китайских туристов в России в нынешнем году вырос больше, чем наполовину. Правда, маршруты ограничиваются в основном Москвой и Санкт-Петербургом. Олимпийский Сочи пока не жалует. В прошлом году его посетили только несколько тысяч китайцев. Причина проста. Обслуживание не ориентировано на гостей из Азии, что предпримет власти города, чтобы заполучить до 2 миллионов туристов в год. Расскажем далее. В Сочи делает ставку на туристов из Китая. По прикидкам властей курорта, турпоток из КНР может достигнуть 2 миллионов человек в год. Но пока цифра далека от желаемой и колеблется в пределах нескольких тысяч. Причин несколько. Основные – это отсутствие прямого авиасообщения и высокие цены на билеты. Убедить китайских любителей путешествий выбрать направление на российский юг поможет запуск регулярного рейса Чинду-Сочи. Полеты начнутся летом следующего года. Мы планируем с июня 2016 года у нас будут прямые рейсы. Мы над этим работаем. И в нашу поездку, которую мы были в Китае в октябре месяце, мы посещали и город Чинду, и город Урумчи. И у нас есть договоренности о том, что мы эти рейсы поставим. Российскому курорту, не заточенному под туристов из Азии, необходимо подтянуть и соответствующие сервисы. Условия проживания, питание, шопинг-переводчики. Сочинские власти призывают местные отели начать работу с банковскими картами платежной системы China Union Pay. Бизнесмены готовы открыть несколько китайских ресторанов. А туроператоры разрабатывают специальные маршруты, которые могут понравиться именно гостям из Китая. Люди могли спокойно покататься и на лыжах, потом спуститься в Сочи и загорать, отдыхать. В этом уникальность курорта. Во-вторых, это новые объекты, которые у нас были построены к Олимпиаде. Интересно показать китайским туристам и советское время, советскую историю. Я знаю, что очень популярны направления именно красного туризма. Интересен музей Островского, дача Сталина. Чиновник уверен, хотя массового паломничества китайских туристов на российскую землю пока не случилось, но очень скоро они полюбят этот город. Чистый воздух, без намека на смог, и морское побережье сделают Сочи весьма привлекательным для китайцев, особенно для жителей таких мегаполисов, как Пекин. Татьяна Климова, Ли Сюэ, Си Си Ти Ви. Тройня бамбуковых медведей, родившихся летом в Китае, стала прототипом персонажа анимационного фильма «Кунг-фу Панда-3». Он выходит в мировой прокат в начале следующего года. Создатели уверены, очень скоро имена тройняшек будут знать далеко за пределами родной страны. Маман Шуэшай и Куку появились на свет в июле. Все трое бамбуковых медвежат, что бывает крайне редко, выжили. И с тех пор радуют посетителей сафари-парка Чанлун на юге Китая. Его директор уверен, очень скоро об этих любимцах публики узнают и за пределами страны. Уже в следующем году в мировой прокат выходит анимационный фильм «Кунг-фу Панда-3». Это совместный китайско-американский проект, в котором тройняшки выступили прототипами нескольких персонажей. Черты героям подбирали в соответствии со значениями кличек медвежат. Мэн-мен в фильме очень милая. Шуэшуэй-шуэй, красавчик. Куку, крутой парень. Главная задача – это, конечно, показать, с какой заботой они относятся друг к другу. Как любят места, где живут, чтобы зрители тоже прониклись идеей о необходимости защиты дикой природы. Впрочем, это далеко не единственная цель, которую ставят перед собой создатели третьей части мультипликационного хита о приключениях Пан-де-по. Глава китайско-американской кинокомпании «Ориентал Дримворкс» Фан Гань подчеркивает, «Кунг-фу Панда-3» – это прежде всего способ рассказать миру о богатой китайской культуре. Для нас это своего рода миссия, и заключается она в том, чтобы в совместно создаваемых картинах было как можно больше ссылок на китайские ценности. На мой взгляд, это лучший способ познакомить огромное количество людей по всему миру с Китаем, его традициями. Среди китайских элементов, которые стараниями обеих сторон, включены фильм, чайная церемония, свадебные ритуалы времен правления династии Тан Сун и Цин, и, конечно, прием боевых искусств. На родине бамбукового медведя «Кунг-фу Панду-3» можно будет увидеть на большом экране с 29 января. Таковы главные новости к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Си-Си-ТВ Русский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова